Иисуса Христа Иисуса Христа, как своего личного спасителя, у вас нет никакой возможности хоть когда-нибудь победить сатану. Вы все время в проигрыше. И до тех пор, пока вы не уверуете в Христа, победившего сатану, до конца жизни вы будете терпеть поражение. Но если вы веруете в Иисуса Христа, как в своего личного спасителя, у вас есть несколько потрясающих, чудесных обетований и истин, которые могут сделать нас всех свободными. Первое, что я хочу, чтобы вы поняли, ясно видно из 6 главы послания к Ефесянам. Пожалуй, это наиболее часто обсуждаемый отрывок Писания относительно демонов и христиан. Помните, что у бесов много разных имен? Например, демоны, духи, падшие ангелы, ангелы сатаны, начальства, силы и так далее. Давайте прочитаем 10 стих 6 главы послания к Ефесянам. В нем говорится, Наконец, это уже в конце послания, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. В этом отрывке апостол Павел говорит о своих братьях, что значит в данном контексте о тех, кто верит в Иисуса Христа, как в своего личного спасителя. Павел говорит о том, чтобы укрепляться Господом и Его силой, потому что укрепиться собственной силой в борьбе с сатаной мы не можем. Итак, в 11 стихе говорится, «Облекитесь во всеоружие Божье». Всеоружие Божье. Зачем? Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Против козней дьявольских. Мы разбираем этот отрывок в лекции о сатане. Слово «козни» или «происки» означает, что сатана пытается заставить нас ошибиться и попасть под его власть. Писание учит, что нам надо облечься во всеоружие Божье, чтобы мы могли противостоять козням врага, направленным против нас. Это ясно говорит нам о том, что козни врага направлены против каждого из нас и показывает, что если у меня нет всеоружия Божьего, мне не устоять. На основании моего многолетнего служения я убежден, что почти все христиане, которых я знаю, не облачились во всеоружие и постоянно грешат. Одной из причин, по которой они грешат, является то, что они не считают, что им необходимо всеоружие, и не верят, что всеоружие реально существует. Кроме того, они не верят, что сатана действительно строит против них козни. Давайте прочитаем следующий стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти». А теперь следите, против чего мы боремся. Но против, первое, начальств. Второе, против властей. Третье, против мероправителей тьмы века сего. Кто они такие? Против духов злобы, где они живут, поднебесных. Так что никаких сомнений в том, борюсь ли я с демонами или нет. Писание говорит на этот счет совершенно ясно. В старших классах школы я немного занимался борьбой. Борьба не была моим видом спорта, но я все-таки позанимался с неделю, прежде чем понял, что она мне не нравится. Гораздо больше мне нравились теннис и баскетбол. Но вот что интересно, борьба оказалась для меня наиболее трудным видом спорта, потому что противник старался повалить меня. В этом и состоит борьба, заставить противника упасть. Это требует от вас всех сил, всей хитрости, всей смекалки, ухищвений, обманных движений, чтобы обыграть вашего противника и заставить его упасть. Самое удивительное, это то, что ни вы, ни я не боремся с человеческим существом, а боремся против сил, множественное число, начальств, против злобы духов поднебесных. Есть много врагов, которые стараются заставить нас, верующих, упасть. Вас и меня, верующих, упасть. Когда верующий падает, что это значит? Это значит, что он грешит. Самая важная цель начальств и сил заставить верующего впасть в грех и продолжать грешить, чтобы в результате он потерял ту свободу, которая есть у него во Христе. Потерял из-за того, что снова и снова выбирает грех. А потом увидел вдруг, что находится в кабале у греха, в который попал, потому что против него боролись демоны. Давайте теперь прочитаем этот стих еще раз. В нем говорится в борьбе против. Это значит, что они пойдут против нас. Не мы выступим против них. Не мы начинаем брань. Они пойдут против нас. Их цель заставить нас пасть. Христова заповедь. Стать против них. Не преследовать их. А стать. Что значит? Не впадать в грех. Поэтому вопрос заключается не в том, нападают ли бесы на верующие. Безусловно, да. Бесы на нас нападают. Много бесов. Много. Часто. Да, часто. И вы не можете стать, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Если у вас нет всеоружия Божьего, вы не в состоянии стать. Вы не можете стать. Возможно, что вы говорите про себя. Подождите, почему это я не могу стать? Ответ. Потому что бесы, демоны сильнее и умнее вас. Они знают о вас больше, чем знаете о себе вы сами. У них составлен план действий, стратегический план. И они строят козни, чтобы заставить нас пасть. Из-за своего высокомерия мы не верим в это. Мы говорим, у меня нет нужды во всеоружии Божьем. Я могу стать. Нет, не можете. И я не могу. Мы впадаем в грех, если у нас нет всеоружия Божьего. Если мы не укреплены силой, не своей силой, а его. Почему? Потому что только Бог может победить начальство и силы. А теперь, позвольте мне предложить вам несколько способов, как победить нападающего на вас врага. Первое. Полностью избегайте оккультных наук. Это первое. Мы уже говорили об этом в первой части лекции. Не имейте дело с тем, что хоть как-нибудь относится к сатане. Не проявляйте ни малейшего любопытства. Не вникайте в это. Если у вас было что-то в прошлом, очистите себя. Если вы не можете очиститься самостоятельно, пойдите к пастору, пойдите к своему другу-крестьянину и попросите у него помощи. Это совершенно очевидно. Вы не можете стать, если вы уже вовлечены в это. Второе. Прочитайте послание к Ефесянам. Главу 4. Стих 27. И не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Мы говорили об этом в лекции о сатане. Этот отрывок абсолютно ясен. Не делайте ничего такого, что может открыть путь дьяволу, потому что вы можете ему поддаться. Кому написано послание к Ефесянам? Христианам или нехристианам? Ответ христианам. Может христианин дать место, шанс дьяволу? Ответ да. Греша мы даем место дьяволу. Это так, греша. Я выбираю грех в какой-то конкретной области, и тем самым я открываю дверь дьяволу и отдаю ему какую-то часть себя. Позвольте мне привести вам примеры. Давайте прочитаем предшествующий стих, стих 26. В нем говорится, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Один из путей, которым мы, как верующие, даем место дьяволу, заключается в том, что мы разрешаем своему гневу превращаться в грех. Можете вы гневаться и при этом не грешить? Да. Из чего это следует? Многие люди думают, что любой гнев – это грех. Иисус был разгневан и сгоняет торговцев из храма. Это был праведный гнев. Можете вы иногда испытывать гнев? Да. Есть несколько вещей, от которых Бог был бы в гневе, а Бог никогда не грешит. Но здесь сказано, «Гневаясь, не согрешайте». Можете ли вы гневаться и грешить? Да. Вы можете потерять самоконтроль. Если вы потеряли самообладание, вы согрешили. Если вы совершаете насилие, потому что вы, цитирую, «ничего не могли с собой поделать», вы согрешили. Знаете, кто вам помогает в тот момент, когда вы говорите, что ничего не можете с собой сделать? Сатана, которому принадлежит эта часть вас, в результате чего вы теряете самоконтроль. Догадывайте, кто вас контролирует? Знаете эту отговорку? «Я ничего не мог с собой поделать». Нет, мог, но не сделал этого, потому что уступал греху все больше и больше. Итак, гнев и ярость — это путь, которым вы себя раскрываете, и даете сатане все больше и больше места. Поэтому-то в конце этого стиха сказано, «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Следовательно, если вы были очень разозлены, даже если это был праведный гнев, перестаньте гневаться к концу дня. Потому что если мы позволим гневу загноиться, то, как говорит послание к евреям, возникает горький корень, который причинит вред и осквернит многих. «Ибо позволит сатане захватить еще одно место». И другие люди узнают о вашей злобе и гневе. Итак, как, гневаясь, не давать место сатане? Добейтесь того, чтобы не терять самоконтроль к концу дня, полностью совладать с гневом. Делайте что угодно, чтобы справиться с своим гневом. Еще один отрывок, в котором говорится о мести для сатаны. Давайте прочитаем послание Якова, глава 3. Мы продолжаем говорить о том, как люди уступают вместо дьяволу. Сейчас мы разберем ситуацию с бесом. Знаете, дорогие друзья, интересно, что каждый раз, когда я говорю «бес», я произношу это слово с усилием. Дело в том, что это каверзное слово. Сатана страстно хочет, чтобы мы не понимали реальности существования бесов. В этом отрывке говорится о еще одном пути, в котором многие люди, особенно мужчины, открывают двери бесам. Прочитаем послание Якова, глава 3, стих 14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Сознайтесь, это с вами случается. Это не есть мудрость. Эгоистические амбиции. Нисходящая свыше, но земная, душевная, ну-ка подскажите, бесовская. То есть, если у человека есть эгоистические амбиции, значит, он дал место сатане? Ответ. Да. Подобный образ мыслей не приходит свыше. Это образ мысли земной, душевной, бесовский. Это придумал не я, это говорит стих вот здесь. Что происходит, когда мужчина или женщина уступают своим эгоистическим амбициям? Ответ в стихе 16. «Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему же там неустройство и все худое? Потому что там бесы, потому что там, благодаря нашим амбициям, мы выбираем грех. Это присутствует в каждом церковном разделении, которое я когда-либо видел. Эгоизм и амбиции по обе стороны разрушено единство Духа. Начинается сатанинское разделение, и эгоистические амбиции рождают неустройство. Вот об этом-то и говорит этот стих. Там, где есть место сварливости, сарит неустройство. Когда я прихожу, чтобы помочь церкви, которая страдает от разделения, все в ней находится в расстройстве и беспорядке. Сабары, сплетни, нападки друг на друга, в эту церковь был впущен сатана. То есть, иначе говоря, церковь сама открыла двери, чтобы дать место дьяволу. Да. И то же самое может произойти в семье. В семье – да. Недавно я разговаривал с людьми, рассказывавшими мне о сатанинском фильме, который они смотрели, фильмы со сценами насилия. Они сказали, что брали на просмотр своих детей пяти и шести лет, потому что это потрясающий фильм. Они раскрыли перед сатаной всю свою семью. С двумя маленькими детьми они дали место сатане. Вы поняли мою мысль? У меня нет сейчас времени, чтобы пройтись по всем отрывкам, но есть еще одна вещь, которая открывает сатане дверь и говорит ему, «Входи! Вот твое место!» Это непрощение. То, что делает непрощение, просто потрясает. И пьянство. Пьянство – еще один классический способ, которым мы открываем дверь сатане. В наши дни в мире превалирует аморальность, порнография, аморальность, прелюбодеяние, и что сейчас набирает силу во всем мире – инцест. И еще – жестокое насилие. Бог полон мира, нежности, смирения, доброты. Сатана полон насилия, разрушения, убийства. Всем этим заполнены фильмы и видеокассеты, которые смотрят по всей нашей стране. Многие считают, что это безобидные развлечения. Нет. Это очень простой способ, которым убивает сатана. Как часто совершаются жестокие преступления, после чего взрослые качают головами и говорят, «И как только дети могли это сделать?» Ответ – дети открыли сатане двери, потому что родители постоянно разрешали им смотреть на сатанинскую жестокость. Поэтому дети теряют контроль над чем? Да. Итак. Номер один – избегайте оккультных наук. Номер два – не давайте место дьяволу. Номер три – Яков, глава четвертая. Здесь есть еще один классический отрывок. Итак, Яков, глава четвертая, стих шестой. «Что мне следует делать, если я не даю место дьяволу?» «Что мне следует делать с бесом?» Стих шесть. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу. Не пропустите теперь. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Что за обетование? В нем две части, а не одна. Прежде всего здесь говорится, «Покоритесь Богу, а потом противостаньте дьяволу, и тогда он убежит от вас». Вы должны повиноваться Богу и быть полностью Ему послушным. И тогда, когда сатана начнет с вами бороться, вы обличетесь во всеоружие Божие и станете, и противостанете Ему. Знаете, что означает на греческом языке слово «противостоять»? Оно значит «оказывать сопротивление». «В чем же состоит обетование?» «Если я покоряюсь Богу, и когда приходит сатана, я Ему противостою». То в чем же обетование? В том, что он убежит. На языке оригинала здесь говорится, что он не просто уйдет обычным образом, а что он убежит. Это значит, что много раз в своей жизни вы будете чувствовать, что что-то не в порядке. Вас будут искушать. Вот в чем корень всего. Искушать, чтобы вы грешили, впадали в ярость, сплетничали, закрыли перед кем-либо свое сердце, мошенничали, крали. И это желание внутри вас настолько сильно, что вам хочется совершить что-то непотребное. Так сильно оказываемое на вас давление. А знаете, что происходит? С вами борются. Бесы стараются утянуть вас на путь греха. Станьте. Стойте. Облекитесь во все оружие Божье. Может быть, в этот момент у вас его еще нет, но посмотрите на свою жизнь и спросите себя, покоряюсь ли я Богу во всем, что Он мне приказывает? И если нет, то покайтесь и исправьтесь. Обещайте еще раз, я стану, я буду противостоять. Скажите это в момент искушения, и Он убежит от вас. В тот момент, когда вы готовы поддаться, вы должны представить себе, я борюсь. Не я начал эту борьбу. Да, не вы. Разумеется, если вы не выбрали грех, потому что в этом случае борьбу начали вы. Вы как бы позвали Его. Иди, борись со мной. Следующий момент. Что делал Иисус, когда Он боролся с сатаной? Матфей, глава 4. Это то, что годится для каждого из нас, Матфей, глава 4. Сатана приходит к Иисусу, не беса, а сам сатана. Сатана приходит к Иисусу, Матфей, глава 4, стих 3, вот что здесь говорится. И приступил к Нему искуситель. Суть борьбы в искушении согрешить, проверка. Искушение сделать это. И приступил к Нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтоб камни си сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, Иисус процитировал Библию. Итак, когда наступает искушение согрешить, как я стою? Я покоряюсь Богу. Я осознаю, что должен противостоять. А что я должен делать затем? Осознать, что это искушение. Вернуться к Библии. Посмотреть в свою симфонию и найти стих, который говорит, как велит поступать с этим грехом Библии. А потом громко произнести этот стих. Библия говорит, «Не укради. Я не стащу. Даже если все внутри меня хочет иметь эту блузку. Я не возьму эту блузку. Я не возьму эту драгоценность. Я не возьму эту книгу, которую мне очень хочется иметь. Но я не могу себе позволить купить ее. Искушение. Я хочу. Я хочу. Это. Чем сильнее мое желание, тем сильнее борьба. Как бороться? Библия говорит, «Не укради». Я буду слушаться Библии. Скажите это. Я не украду. Прошепчите, если необходимо. Скажите это. Иисус не раздумывал. Он сказал это. И кому это Он сказал? Он не сказал это Богу. Он сказал это непосредственно сатане. Поэтому, когда появится искушение украсть. Скажите, Библия говорит, не украдить. Я не буду красть. Но не старайтесь представить сатану пред собой, потому что это делается не так. Просто процитируйте стих. Может быть, вы думаете про себя. Ну, вы ничего обо мне не знаете. Тогда прочтите 13 стих 10 главы первого послания к Коринфянам. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Очень часто, во время моих консультаций, люди говорят, «Вы не можете себе представить, какое искушение я испытываю?» Никто не испытывал ничего подобного. Это дьявольская ложь. Всем лжам ложь. Ложь является основной причиной, по которой мы пасуем перед грехом. Мое искушение гораздо сильнее, чем ваше. Если бы у вас было такое же искушение, как у меня, то и вы бы согрешили. Это ложь. Нет такого искушения, которое испытали вы, и которого не испытывали бы другие люди. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и... Это значит, что когда приходит сатана, он сильнее нас с вами. Да, сильнее, но давайте, да, сильнее. Вот почему вы должны облачиться во всеоружии. Если вы не сделаете это, вы проиграете. А то, что мы недостаточно сильны, это дьявольская ложь. Никогда не верьте этому. Гораздо сильнее, гораздо сильнее. Либо Бог следит за сатаной и говорит, «Ты не можешь искушать человека сверх сил». Не можешь. Нет. Итак, не верьте лжи, что это чересчур сильное искушение для меня, и я не могу удержаться. Это ложь. Ложь. Вы называете Бога лжецом. Бог сказал, что вы никогда не будете искушаемы сверх ваших сил. Никогда. Без исключений. Итак, когда с каждой минутой в вашей голове все настойчивее и настойчивее звучит единственная мысль, «Это выше моих сил», вспомните стих, который говорит, «Нет, нет и нет». Он сказал, что никогда не позволит искушать меня сверх. Да, никогда не верьте лжи. Он не только остановит врага, стремящегося искушать нас сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Должны вы бороться? Да, должны. Придется вам иногда попотеть в вашей борьбе с грехом? Да. А даст вам Господь облегчение, или вы будете до конца своих дней бороться с грехом и все грешить и грешить, Он даст облегчение. Понимаете? Даст. Последний отрывок, который вам надо прочитать, это Откровение, глава 12. В Библии имеется много ответов на вопрос, как победить сатану. Пожалуйста, поймите, мы с вами затрагиваем только некоторые из них. Мы ведь даже не говорили об Ефесянах, главе 6, и о том, как облечься во всеоружие. Об этом другая серия лекций. Этот отрывок вы можете прочитать сами. Но поймите истинность того, о чем мы говорим. Поймите, чему мы должны противостоять по требованию Бога. Он дал вам всеоружие и могущество Его силы. Он поставил предел. В стихе сказано, что вы не будете искушаемы сверх сил, и что всемогущий Бог даст вам облегчение. Вы не должны упасть. Откровение, глава 12. Это важнейший отрывок. В нем говорится о сатане, низвергаемом с небес. Стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и силой Царства Бога нашего, и власть Христа нашего, потому что низвержен клеветник братьей наших». Это о сатане. «Клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь, они победили Его». Смотрите сюда. Кто Его победил? Его победили верующие. Вот, вот эти верующие. Потому что не все христиане победители. Но если вы хотите стать победителем, здесь говорится, как это сделать. Они победили Его тремя вещами. Первое. Кровью Агнца. И второе. Словом свидетельства своего. И третье. Не возлюбили души своей даже до смерти. Первое. Как я побеждаю? Я побеждаю кровью Агнца. Что это значит? Помните ли акцию о сатане? Когда мы говорили о том, что Его победил Иисус Христос. А как Он победил сатану? Он умер на кресте и пролил свою кровь. И благодаря пролитой им крови сатана был побежден. Как же я побеждаю сатану? Помня и славя Господа за пролитую им кровь. И за то, что благодаря пролитой им крови я был искуплен. Освобожден от власти сатаны. Следовательно, если вы сейчас жестоко воюете с сатаной, то произносите во весь голос молитву и благодарите Бога за кровь Иисуса Христа и за то, что Он сделал. Второе. Они победили сатану кровью Агнца. И третье. Словом свидетельства Своего. Это то, что вы говорите. Вы говорите о том, что вы верите, о том, что у вас в сердце. Вы свидетельствуете. Вот слова свидетельств, о которых говорит Писание. Первое. Вы можете произнести свидетельство, которое будет молитвой. Господи, помоги мне. Я верю в Твое обетование. Вы молитесь. Это свидетельство. Второе. Свидетельство может быть хвалой. Вы можете поблагодарить Бога за все, что Он сделал. Благословляйте имя Иисуса. Превозносите Его. Воздавайте Ему почести. Прославляйте Его. Пойте Ему. Потому что Бог обитает в прославлениях Своего народа. И сатанинская сила ослабевает, когда мы встаем против врага и противостоим Ему. Мы уповаем на кровь Христову. Мы свидетельствуем. Мы молимся. И это тоже слово свидетельства. Мы славим. И это тоже свидетельство. Кроме того, мы даем истинное Писание. Мы цитируем Писание. Это свидетельство. Сказано, не укради, сатана, и я повинуюсь этой исповеди. И последнее, что, по моему мнению, должно быть очень личным. То, что чрезвычайно важно и полезно, в дополнение к этим трем свидетельствам. Я провозглашаю свое намерение поступать правильно. Я молюсь и прошу Бога помочь мне. Я прославляю Его. Я уповаю на кровь. А потом я громко заявляю. Я не буду красть. Не важно, как сильно будет искушение, я не буду красть. Понимаете, ложь врага постоянно на вас давит. Ложь, что вы не можете противостоять искушению. Вы упадете, вы поддадитесь искушению. Вы и прежде поддавались. Так что давайте, действуйте. Вам ведь нравится эта вещь. Если вы ее возьмете, никто этого не увидит. Да к тому же вы все равно сегодня слабы. Вы так устали. Об этом никто не узнает. Есть только одна маленькая деталь. Вся эта ложь направлена против вас. И когда вы верите этой лжи, сатана держит над вами верх, и вы начинаете падать. Уповывайте на кровь. Молитесь, славьте, читайте Писание. А затем примите решение. Примите решение, потому что лжи больше нет. Я не буду больше грешить. Я буду стоять твердо. Я не украду. Я немедленно ухожу из магазина. И я осознаю, что это искушение не одержит надо мной верха. Оно не так сильно. И Бог дал мне облегчение. Вот дверь, я ухожу, я ухожу из магазина. Громко заявите об этом. Не шепчите. Иногда я выхожу на улицу и кричу во весь голос, потому что искушение действует с ошеломляющей силой. Вы должны провозгласить это со всем пылом. Не говорите, я постараюсь сделать все возможное, чтобы не украсть. Потому что тем самым вы говорите, ну давай, давай, искушай меня. Нет, вы приняли решение, и со всей пылкостью и решимостью вы провозглашаете тот факт, что вы, по Божьей благодати, не согрешите, несмотря на искушение. Теперь первое. Чем верующие одержали верх над сатаной? Кровью агнца. Второе. Словом свидетельства своего. Первое. Словом они молились. Второе. Они прославляли его. Третье. Они дали принцип или отрывок Писания. Номер четыре. Они провозгласили намерение поступать так, как правильно. И последнее. Самое важное, самое глубокое. Благодаря чему еще они победили и не возлюбили души своей даже до смерти. Не возлюбили души своей даже до смерти. Что это значит? Это значит, что борьба может стоить нам жизни. В буквальном смысле этого слова. В нашей борьбе с сатаной, Господь может дать ему свободу по причине, которой мы не узнаем до тех пор, пока не получим славы. И как сказано в Откровении о всех мучениках, которые не уступили врагу, следовательно, вы должны быть готовы к смерти. Вы должны быть готовы к смерти. И вы не уступите. Вы не будете превозносить свое физическое существование или что-либо еще выше Иисуса Христа или Его свидетельства. И тем самым вы вонзите кинжал в сердце дьявола. Может быть, вы сейчас думаете, неужели бес может увезти меня от Бога? Значит, независимо от того, что я делаю, он победит меня? То есть, даже сейчас, когда вы слышите все есть написания, вы, возможно, по-прежнему думаете, может быть, начальство и силы могут сделать это со мной? Может быть, они могут увезти меня от Господа? Апостол Павел знал ваши мысли. И он написал стих специально для вас. Этот стих находится в послании к римлянам. Римлянам. Глава 8, стих 37. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, вот это место. Ибо я уверен, что... Что я могу завоевать с его помощью? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ничто из бесовского царства, ни силы, ни настоящее, ни будущее, то, что случится со мной, прежде чем я умру, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, включая самого сатану, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе в Господе нашем. Понимаете, вы не должны пасть. Никогда. Потому что, когда бы ни пришло искушение, Он даст вам облегчение. Потому что, если вы противостоите, Сатана убежит. Понимаете, друзья, вопрос не в том, боремся мы или нет. Мы боремся ради самой жизни. Мы в брани против врага. Мы в брани против сатаны и всех падших ангелов, цель которых — лишить нас равновесия и принудиться грешить, дать место сатане и позволить ему главенствовать в нашей с вами жизни. Писание говорит об этом совершенно ясно. Тайны Божьи, откровения Божьи. Тайны откровения Божьи явлены теперь вам и мне. Не занимайтесь оккультизмом. Не давайте никогда место сатане. Да не зайдет солнце во гневе вашем. Прощайте людям. Уповайте на кровь Христову. Свидетельствуйте словом своим. И не любите свою жизнь, даже если это грозит вам смертью. И тогда, друзья, Библия даст вам великолепное обетование. Ничто не отделит вас от Божьей любви. Будьте победителем во имя Христа.